Сутки в Таджикистане продолжаются операции по ликвидации генерал-майора Абдул Халимана Зарзады и его сторонников, которых власти объявили террористами. По разным данным, к экзамене истру обороны примкнули до 100 военнослужащих. О серьезности происходящего в республике можно судить не только по приведенному повышенному боевую готовность российским войскам, усилившим патрулирование границы к кыргызским военным, закрытому посольству США, но и потому, что президент России Владимир Путин был вынужден выступить с оценкой происходящих событий. На данный момент в прессе муссируются различные версии относительно этих событий. По одной из них генерал попытался совершить мятеж. Например, один из анонимных источников таджийских СМИ рассказал, что в ночь на 4 сентября главный военный инспектор Министерства обороны полковник Джунайду Лаумаров, якобы по указанию генерал-майора Абдул Халимана Зарзада, совместно с группой сторонников в численности до 100 человек разоружил десантный батальон. Сторонники мятежного генерала захватили оружие, погрузили его на несколько грузовиков и выдвинули в сторону столицы. Поняв, что о мятеже стало известно, они стали прорываться по направлению города Вахдата, что в 20 километрах от столицы. На выезде из Душанбэ колонна натолкнулась на милицейский заслон, где против них стояли сотрудники ГАИ и отряд ОМОН. В завязавшемся боестолкновении заслон был смят и уничтожен, а мятежники продолжили движение в сторону Рамитского ущелья. Впрочем, это только одна из версий, в достоверности которой сомневаются эксперты. Что же именно произошло в ночь на 4 сентября? Почему без суда и следствия генерал объявлен террористом? И что вынудило экс-седом министра обороны пойти против системы? На все эти вопросы уже третий день пытается найти ответ эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Мы все, следящие за событиями в Таджикистане, за уровнем вооруженных сил, понимаем, что такого рода спецназ должен быть очень хорошо подготовлен, чтобы выполнить такие провокационные задачи. Это только в гитлеровской Германии в 1939 году нужно было спровоцировать нападение поляков на немецких военнослужащих, а поляками оказались немецкие же солдаты, приодеты в польскую форму. Это стало поводом для начала Второй мировой войны. Так вот, утверждаю, что среди таджикских спецназов нет таких подготовленных головорезов, которые еще были психологически и морально готовы к тому, чтобы резать за своих и убивать. Поэтому эти доводы не выдерживают никакой критики, а значит и все остальное фактически не подлежит доверию. Ну и я уже не говорю про пафосный стиль генерала, где он там, как в свое время Фидель Кастро «Победа или смерть» приглашает. Мне, что называется, не катит, как у нас говорят под генералу этого. Теперь про версии. Что же произошло? Ну, я говорил о двух версиях. Первая, я бы сказал, такая геополитически-теократическая, связанная с тем, что генерал мог оказаться игрушкой в чужих руках, и его использовали в темную, когда структуры иранские, как бы шиитские по своему характеру, очень, будучи недовольными засильем увеличивающимся в последние годы в Таджикистане лоббистов из Саудовской Аравии, которые продвигали салафитское радикальное учение этой ветви Флама. Так вот, иранцы, в общем, предлагали много усилий, чтобы ослабить влияние этих структур сунитского толка и пытались оказать давление на Рахмона, который поначалу оказывал некое расположение этим проповедникам, подогреваемым саудитами. Так вот, если верить интервью, которое было опубликовано 5 сентября иранским информагентством Хорс, в котором один из подвижников этого генерала якобы заявил, что его уступление могло преследовать цель ослабить, не допустить усиления влияния исламского государства на президента Рахмона. Что есть понимать под исламским государством? Движение салафитского толка, радикального, да? Так просто они могли называть эту цельницкую ветвь, которой противостоит шиитский Иран. Но это очень такая умозрительная версия. Скорее я склоняюсь к очень такой прагматически военно-бизнесовой версии, которая объясняет действия генерала тем, что он должен был спасать свой оружейный бизнес, которым он занимался под покровительством своего бывшего шефа, бывшего министра обороны страны Ширали Хэрлаева. Этот бизнес состоял в том, что они поставляли оружие в Афганистан, и вполне вероятно, что часть оплаты поступала за этот бизнес в виде изделий наркотического свойства. Так вот, я полагаю, что что-то произошло, нам пока неведомо, что вынудило генерала спасать свои склады с оружием, которые могли оказаться под контролем правительственных структур, или, в случае, противостоящих, так сказать, генералу. И он, имитируя нападение на какие-то склады, милицейские либо военные, якобы завладел этим оружием и взял их с собой, так сказать, это там, скажем... В настоящее время силовикам неизвестно о точном местонахождении беглого генерала, поэтому военные блокировали 200-километровое Рамитское ущелье с разных концов. Местные СМИ, опять-таки ссылаясь на свои анонимные источники, в МВД утверждают, что отряд мятежных военных с генералом Назарзадой уходит по Рамитскому ущелью на север в сторону государственной границы. Их преследуют отряды спецназа и вертолеты. В свою очередь, пресс-центр МВД сообщило о задержании сегодня утром еще 14 сторонников генерала. Таким образом, общее количество задержанных людей Назарзады достигло 70, а число убитых – 17. В то же время официальные власти воздерживаются от предоставления информации в своих потерях. Ряд российских СМИ накануне сообщили о более 30 убитых такджийских военных. Позднее МВД опровергало эти цифры, но потом объявило убитыми 8 милиционеров. В самом Душанбле власти установили беспрецедентные меры безопасности.